Май 73-го года Меня обвинили в том, что я создал тайный отряд с неправильным названием «Железная звезда». Но отряд не был тайный для учителей и инспектора Горано. Около 10 лет я создавал отряды тимуровского типа. Мне также был предъявлен ряд нелепых обвинений, считал службу в советской армии ерундой, угрожал учителям оружием, извратил зорницу. Правота не устанавливается простым голосованием. Ложь остается ложью, даже если лжет группа людей. Чувствую себя целиком правым и, считая поднятый вопрос остро принципиальным, прошу внимательно разобраться. О себе сообщаю. На педагогической работе с 51-го года. Участник Отечественной войны. Гвардии капитан. Взысканий за весь этот период не имел. Июнь 77-го года. В Комитет партийного контроля СССР. Не будучи в состоянии примириться, с необходимостью нести до конца дней груз незаслуженного и позорного обвинения, «Прошу заняться моим делом». Февраль, 78-й год. В газету «Правда». Уважаемый товарищ Лескова, убедиться в моей правоте, можно ознакомившись с документами в течение нескольких минут. Неужели это много, когда речь идет о чести и достоинстве? Апрель, 78-го. «Если не удастся добиться пересмотра дела и восстановить справедливость, жизнь мне больше не нужна». Илья Мочерет направил в высшие партийные инстанции несчетное количество писем с просьбой восстановить его доброе имя, смешанное с грязью, в результате организованной травли. Но все они, пронизанные болью переживаний и страстным желанием дать вершителям человеческих судеб сдачи, были оставлены без ответа и спущены в Загорский горком, сотрудники которого по делу Мочерета имели мнение обсуждению не подлежавшее «Предатель, враг, лжепедагог, диссидент, сумасшедший». Ни на какую реальную помощь и поддержку Мочерет рассчитывать не мог. Его одиночество было тотальным. Нагрянувший было в Загорск с целью прояснить ситуацию спецкор литературной газеты Александр Борин решил защищать Мочерета, но после консультации в горкоме передумал. Ничуть не повлияло на пересмотр приговора и заступничества писателя Эдуарда Успенского и теоретика-педагогики Симона Соловейчика. Мочерет отчаянно боролся с ложью, но крик его так и остался глазом в пустыне. Сказал бы спасибо, что не посадили. Великодушно скалились в Загорском горкоме. Церберы советского образования искренне удивлялись, как это Мочерет не видит за собой по-настоящему страшного греха, фанатичного стремления утвердить педагогическую систему, направленную на формирование свободной личности, вопреки официальной практике массового производства послушных членов общества. Бессильное мочеретовское предупреждение угроза «В противном случае мне жизнь не нужна» вызывало у них лишь саркастическую улыбку. Таким нелинейным людям советская система уже не раз говорила «Увольняйтесь, убирайтесь прочь, уезжайте, умирайте, без вас лучше, вы лишние». И Мочерет умер. Публиковать некролог о смерти неудобного человека с неудобными взглядами районной газете «Вперед!» запретили. Лишь благодаря стараниям его друзей в последний момент все-таки удалось стиснуть на третью полосу несколько скупых строк. Однако драматическую историю, произошедшую в Скоропусковской средней школе, Мочерет успел описать в повести «Тайна отряда 1141». Издательство «Молодая гвардия» печатать ее откажется. Рукопись пролежит без движения вплоть до крушения советской власти и увидит свет лишь на заре новых времен, которых Мочерет ждал, ждал в надежде на то, что появятся те, кто захочет, разобравшись во всем, узнать правду. Наш сегодняшний рассказ дань памяти, уважения и благодарности учителю-новатору Илье Бенционовичу Мочерету, мысли и труды которого должны в полной мере принадлежать свободной России, равно как и сам он должен, наконец, получить принадлежащее ему по праву место среди выдающихся педагогов-гуманистов отечественной школы. Тридцать четвертый год. Харьков. Ребята ушли подальше от чужих взоров в лес на Холодной горе. Там должна была быть проведена церемония посвящения новых рыцарей в тайное общество «Меч». Твоя очередь, Люка! Сказал кто-то из товарищей. Люка решительно шагнул в центр круга, но внутри него все трепетало. Обязуюсь быть бесстрашным, тренировать себя в твердости, выдержке, дисциплине, чтобы стать настоящим человеком. Обещаю быть справедливым, защищать слабых, заслонять с собой товарища от опасности, хранить тайну, не быть доносчиком, а хранять справедливость и порядок. Слова клятвы были заучены им давно и повторялись каждую ночь, когда родители уже спали, а он прятался под одеяло с книгой про отважного стрелка королевской гвардии Квентина Дорварда и маленьким фонариком. «Теперь и он рыцарь!» Счастливый Люка взял нож и надрезал руку, чтобы в соответствии с ритуалом подтвердить верность клятве каплями собственной крови. Сын известного харьковского врача-терапевта Люка Мочерет был одним из самых запоминающихся мальчишек заводил на улице Свердлова, неизменный зачинщик всевозможных проказ. Люка, тем не менее, не давал проходу хулиганам и лез в каждую драку. Искусством вступаться за добро с кулаками он владел превосходно. Так посмотришь и сразу не скажешь, что перед тобой завсегдатые студии рисования местного дворца пионеров, об успехах которого с восторгом пишет городская газета. А еще непревзойденный собиратель книг Люка обожал литературу. Однажды во время завтрака перед занятиями в школе Люка спросил отца. «Папа, нам задали песню о купце Калашникове. Что ты думаешь об этом Калашникове? Правда он очень хороший?» «Конечно, Люка. И как жалко, папа, что он в конце погибает. Правда же была на его стороне. А притчника Керебеевича, который на жену Калашникова посягал, его надо было наказать. За что же царь казнит купца невинного?» В том-то и дело, Люка, что люди, которые защищают свою честь, люди сильные, представляют опасность для царей. Но люди чести все равно бросаются в бой, даже зная, что им суждено погибнуть. А такой обиды не стерпеть душе, да не вынести сердцу молодецкому. Уж как завтра будет кулачный бой на Москве-реке при самом царе, и я выйду тогда на опричника, буду насмерть биться до последних сил. «Запомни, сынок, побеждает не самый сильный, побеждает всегда тот, кто идет до конца. Поэтому про них и песни в народе складывают». Люка задумчиво взял портфель, вышел за дверь и начал медленно спускаться вниз по лестнице. Опоздать на урок он не боялся. Теперь он знал самое главное. Теперь он больше не будет лезть в драку просто так, чтобы помериться силами. Теперь он понял, что такое по-настоящему быть рыцарем. Решение стать военным было принято Люкой в старших классах. Эта профессия самая благородная. Девочки, пытаясь обратить на себя его внимание, вздыхали. «Наш Люка вылитый маршал Тухачевский!» И лицо Люки заливалось радостной краской. Портретом Тухачевского в учебнике он всегда любовался на скучных уроках. Так было до того момента, пока учительница, не терпящим пререканий, но почему-то дрожавшим голосом, не приказала открыть учебники и вымороть чернилами портрет Тухачевского и других героев Гражданской, оказавшихся врагами народа, замышлявшими покушение на самого товарища Сталина. Люка поднял руку и попросил разрешения выйти. Выйдя в пустой коридор, он почувствовал, что происходит что-то невиданное и страшное. Но Тухачевского вместе со всеми из учебника не выморал. Вернувшись из школы домой, вырезал портрет любимого маршала и спрятал в Квентине Дорварде. А вечером, краем уха, услышал разговор родителей. «Они все у нас отобрали, хотят и жизнь отобрать!» Мама говорила иступленно. Еще секунду, и она начнет кричать. Не так давно, под строгим секретом, Люка узнал, что все его предки были черниговскими помещиками, корни которых тянутся из Италии, из мест, где растет тростник О'Черато. Все отобрали. Это мама про имение под Черниговым. А папа повторял. «Любочка, тише, тише!» Наутро в школьной раздевалке подошел лучший друг, Миля Златоябка, и тоже сказал шепотом. Почему-то все перешли на шепот. «Знаешь, Люка, похоже, нам надо молчать про наше общество меч». И с изменившимся лицом сам для себя уточнил про наше тайное общество. Война застала рыцарей холодной горы на пикнике вдали от города. На мгновение все застыли, как вкопанные, повисла звенящая тишина, а Илья обрадовался. Он ждал войну. Даже на последнем общем снимке с одноклассниками сфотографировался с винтовкой. «Всыпем фашистам по первое число за Испанию!» Документы были сданы в Ленинградское артиллерийско-техническое училище. Там же, в городе Наневе, состоялось и боевое крещение. Курсанты принимали участие в организации обороны. Но повоевать не пришлось. Училище эвакуировали в Томск, где несколько лет курсантам предстояло учить науку побеждать. К счастью, семья не распалась. Родители тоже переехали в Томск, где отец устроился врачом на оптикомеханический завод, расположенный рядом с казармами училища. На фронт техник-лейтенант Мочерет вернется только в 43-м году, прямо в пекло Курской дуги. Их часть попала в окружение, наступила растерянность и полная потеря управляемости. Илья оказался единственным офицером, который принял на себя командование и с боем вывел солдат к своим. О фантастической храбрости Мочерета на фронте рассказывали легенды. Однажды он вылез на бруствер и стал танцевать. Немцы не стреляли, а могли убить прицельный на повал. В другой раз под огнем противника организовал веселую игру в городки. «Илья, зачем ты шутишь со смертью?» спрашивали друзья. «А на что она еще годна?» острил Мочерет, стараясь ничем не выдать того, что уже давно болела на душе. «Война. Что она такое?» Явление абсолютно противоестественное. Грязь, несправедливость, господство грубой силы, боль, смерть. И всеми своими выходками он отрицает войну, он презирает ее, ведет себя так, как будто смерти нет. Но она есть. Друга Сашку подстрелили, когда он закуривал самокрутку, привалившись к стене окопа. Шальная пуля. Кровь хлынула фонтаном. Илья, стоявший рядом, рванул перевязочный пакет и подхватил Сашку на руки, стоя на коленях. Туго стянул концы бинтов. «Потерпи, Шурка, рана пустяковая. Долежишь до ночи, перенесем на ротное КП, Фая новую перевязку сделает!» Илья выглянул из окопа. «Почему без каски?» выдавил из себя Сашка. «Немедленно надень!» «Раскомандовался!» ласково улыбнулся Илья. Сашка знал, что умирает. Знал, что рана смертельная. Знал, что не выдержит ночного пути через стопь. «Полынь здешних мест хороша!» Полюбил я ее, подышать бы напоследок. Илья кошачьим движением выпрыгнул из окопа и полез по-пластунски под автоматными выстрелами. «Держи!» Сашка, превозмогая себя, разлепил глаза. Какой у полыни глубокий и какой печальный аромат! Войну Илья ненавидел всем сердцем. Когда было особенно плохо, поднимал голову к небу и аукался со звездами, ходил по луне, купался в марсианских реках, управлял космическим кораблем. А чаще всего, проваливаясь в сон, вспоминал девушку Зою, провожавшую его на фронт, и представлял, как снова гладит она его по голове и смеется. «Илюшка, какой ты красивый и какой ты смешной!» О своей смерти он не думал, для себя решил. Если что, лучше внезапно. Но мысль «А что будет после?» не отпускала. «Как это? Бац!» «И ты исчез!» «Насовсем!» «Говорят, Бога нет!» «А если есть?» Убивать Мочарет так и не научился. Январь 1945 года. Висло-Одерская наступательная операция. Советские войска почти у ворот Берлина. Немцы забрасывали в тыл диверсантов. Одного из них Илья случайно застал врасплох в одной из комнат захваченного здания. Немец судорожно пил воду из кружки. Илья мог выстрелить дважды, но рука почему-то не поднялась. С детства он боготворил все живое. Ни в воробушка из рогатки не метился, ни кошек за хвост не таскал. А тут человек, просто утоляющий жажду. Того немца наверняка застрелили другие. Диверсантов в плен не брали. Но Мочарет этого не сделал. Не убей! Это не циркуляр по Министерству здравоохранения, а нечто необыкновенно важное, древнее, непобедимое заповедь. Она сама еще не победила, но победит. Он в это верит. Май 45-го года. Берлин. Гвардии капитан Мочарет вместе с боевыми товарищами шагал по улицам поверженного города. Победа! Фашистская Германия пала! В какой-то момент друзья взялись за руки и от избытка чувств неожиданно для самих себя громко запели. «У прибрежных лос, у высоких кручь, и любили мы, и росли. Ой, Днепро, Днепро, ты широк могуч, над тобой летят журавли». Это было счастье. Илья даже не сразу понял, что по лицу у него текут слезы. Прогулка затянулась до вечера. «Посмотри, посмотри!» То и дело отвлекал Илью кто-нибудь из друзей, показывая настеллы, арки, колонны, памятники, церкви. Мочарет, учившийся до седьмого класса в немецкой школе, тут же выдавал историческую справку, узнавая виденные раньше только на картинках величественные здания с удивительными фасадами. Тогда-то построено, связано с тем-то. Берлин и разрушенный сохранял красоту. Как в этой красоте могло родиться такое зло, как фашизм? Илья с интересом рассматривал жителей. Какие они, простые немцы? Просто женщины, просто мужчины, просто старики, просто дети. Что с ними случилось? Илье вспомнилась легенда о гамельском крысолове. Это было в XIII веке. Город Гамель подвергся нашествию крыс. Никакие средства не помогали. Магистрат объявил о награде любому спасителю. Так появился тот неизвестный флейтист. Стоило ему заиграть, крысы сбежались к нему. Он вывел их за город и утопил всех в реке. Но магистрат не выплатил ему ни копейки. Через какое-то время загадочный флейтист вернулся в Гамельн и на волшебные звуки его из домов выбежали дети. Послышалось шумное шарканье, шорох, чьих-то шагов, очень легких и скорых. Ладошки захлопали, ножки затопали, звонких сандалей подошвы зашлепали. Старшие, младшие, девочки, мальчики под флейту плясали, вставая на пальчики. В пляске качались кудре их колечки. О, горе, Гамельну! Все дети погибли. У безумного фашистского вождя была такая же дудка Крысылова. Тоталитарный режим всегда стоит на чудовищной пропагандистской машине, позволяющей оболванивать население. Ведь если вдуматься, как можно было подчиняться Гитлеру? Вырви дудку у дьявола, и дьявол исчезнет. Мочерет был назначен комендантом одного из районов Берлина. Поймали двух немецких мальчишек, ковырявших скаты тягача. От своего югентфюрера вольфганге, так их звали, имели задание ломать советскую технику. Дежурный эфрейтор отвесил им по подзатыльнику, добавил по бутерброду и отвел к командиру. Мочерет маленьких вредителей отпустил, но пообещал всыпать и уже без добавки, если попадутся еще. На следующий день мальчишки сидели верхом на заборе и пели «Расцветали яблони и груши». Советский комендант оказался совсем не таким, как расписывал им его югентфюрер. «Да, истинно нет дудки, и где твое всесилие, крысолов?» В Берлине Илью неотступно мучили тяжелые мысли. У русского народа свой чародей, и он гораздо опаснее Гитлера, потому что не так очевиден, и любовь к нему искренна. Сталин, наш Сталин! А Сталин и реальным, уничтожавшим деревню, армию, партию, Илья немало наслушался в тайных офицерских беседах и вдоволь насмотрелся на его преданных слуг из отрядов СМЕРШа, не раз целившихся ему в спину во время атаки. Сомнений в правильности избранного пути у Мочерета, тем не менее, не было. Армия, только армия. Сейчас служба в группе советских войск Германии, а дальше Академия Генерального штаба. И, глядишь, будет обходить строй солдат генерал-лейтенант Мочерет. Лето 48-го года. В тот день в шумной офицерской столовой ничто не предвещало беды. Смех, разговоры, гремела посуда, вкусно пахло пшеничным супом. Илья сидел за столом с друзьями, когда к нему подошел командир. Мочерет! Ты что здесь сидишь? Быстро встал и пошел! Илья весь напрягся, но ответил спокойно. Пока обеденный перерыв, товарищ майор. Сейчас все встанут и пойдут, и я с ними. Визиономия майора стала багровой. Не хочешь работать? Убирайся в свой Израиль! О создании на Ближнем Востоке еврейского государства призвонила вся пропагандистская пресса. Мочерет, не изменившись в лице, встал, откинул назад плечи и от всей души отвесил командиру звонкую пощечину. В следующую секунду к майору бросилась услужливая часть офицеров, а за спиной Мочерета выросла целая фаланга друзей, готовых ринуться в бой по первому его зову. Драка была эпической. Решение военного трибунала. Гвардии капитана Мочерета исключить из партии, уволить в запас. На военной карьере теперь стоял жирный крест. По дороге в Москву Илья тысячи раз прокручивал роковой для него инцидент. Нет, все не случайно. Этот майор давно присматривался к щеголеватому вольнодумцу со слишком принципиальными взглядами. Душу Богу, сердце женщине, долг Отечеству, честь никому. С таким нравственным кодексом Мочерет был обречен на конфликты. Впрочем, решение трибунала еще можно было считать царской милостью, по крайней мере, не лагерь. Из Москвы Мочерет поехал в какой-то Загорск. С горами он, что ли? Сюда родители Ильи перебрались из Томска вместе с заводом, при котором с 41-го года врачом работал отец. Вокзал, дорога направо и вниз. Илья по обыкновению погрузился в мысли «Куда пойти? Пойду военруком в школу, поступлю в институт, стать учителем разве хуже военного?» И вдруг он, как очнувшись, увидел перед собой чудо. Старинный монастырь и голубые купола с золотыми звездами. Рука сама собой нырнула в планшет, карандашу и бумаги, и, облокотившись на дерево, Илья стал рисовать. Пятидесятый год. В школе имени РККА уроки закончились. Мочерет вышел из здания и свернул в гимназический сквер, обдумывая по пути домой план курсовой работы, которую надо было написать в Московском областном педагогическом институте, где он учился на факультете географии. И обратил внимание на симпатичную девушку с карими глазами и искорками, которая бежала куда-то с книгами в руках. Наверное, учительница из соседней школы. Домой шел, как во сне. Незнакомка почему-то не уходила из памяти. Сердце тревожно билось, и он невольно подумал, «А что, если она та самая, необычная, не такая, как все, та, что поймет?» Два карих глаза увидел я, в них все блаженство, вся жизнь моя, в них свежесть утра, в них мысли свет, за ними всюду пойду я вслед. Пятого декабря в школе был традиционный вечер ко дню Конституции. Столы на втором этаже уже были накрыты, в фойе бурлила жизнь, праздничное настроение, веселье. Илья стоял в фойе, и, скрестив на груди руки, праздничных излияний он не любил. Разглядывал пришедших, подумывая уже подняться наверх, а потом быстро, потихоньку уйти. И вдруг увидел ее, ту самую девушку из сквера. Она пришла вместе с Мусей Коньковой. Риск — благородное дело. Капитан Мочерет решался меньше секунды. «Муся, здравствуй!» «О, Илья, как хорошо! Познакомься с моей подругой!» «Рита!» Илья застыл. Два карих глаза, вся жизнь моя, крутилась в голове. От волнения он даже не запомнил ее имени, но больше от нее не отходил. За столом сидели рядом и говорили обо всем. Зашла речь о счастье. Рита посерьезнее сказала, «Счастье — это не для меня». Илья внимательно посмотрел на Риту и спросил, «Как ваша фамилия?» «Кеневская». А имя? Маргарита. Илья молча достал записную книжку, вырвал листок, написал, «Справка дана Маргарите Кеневской в том, что она обязательно будет счастливой, если будет действовать разумно». Рита прочла и рассмеялась. Илья смотрел на нее, чуть склонив голову, с мягкой улыбкой. Потом были танцы. Танцевать капитан Мочерет не умел. Рита, занимавшаяся в хореографическом кружке, учила его вальсировать. Илья послушно переставлял ноги и любовался Ритой. Снова смеялись, с изумлением чувствуя им вместе легко. Вечер подошел к концу. Илья попросил у Риты разрешения проводить ее до дома. Рита согласилась, а, одеваясь в гардеробе, случайно услышала диалог двух учительниц, забиравших пальто, но не увидевших ее за грудой переполненных вешалок. «Вот сволочь, муська, привела эту Ритку! Илья как приклеился к ней, не подойдешь!» Записку о счастье Рита спрятала в сумочку, а дома положила в письменный стол, чтобы можно было в любую минуту достать и прочесть. «Обязательно будет счастливой!» Это была судьба. Из всех девушек Загорска Мочерет, сам того не зная, выбрал принцессу. Рита была дочерью Бориса Кеневского, директора шестого завода, который скоро будет назначен председателем исполкома, вторым человеком в городе. Но Рита напрочь была лишена комплекса принцессы, хотя принца ждала. И дождалась. На следующий день принц шел ей навстречу гвардейской походкой, и она подумала «Необычный, тот самый, тот, что поймет». Так они познакомились, стали дружить, гулять, вместе ездить в Москву в институт «Часовые любви». О, великая вечная армия, признают только эти войска, сквозь зимы и в юге, к Москве подступает весна. Илья и Рита поженились в марте 51-го года. Март 53-го года. Сообщение по радио. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза с чувством великой скорби извещает партию всех трудящихся перестало биться сердце Иосифа Виссарионовича Сталина. Маргарита вернулась из школы в слезах. «Что ты плачешь, киса моя? Как же, Кутев, все плачут, Сталин умер». «Мы не все». «Сталин? Ты о Сталине плачешь?» Илья вскочил с дивана, сорвал со стены портрет мудрого вождя и учителя. Они жили в квартире Кеневских. «Вот что надо делать! Вот! Это диктатор! Диктатор!» Рита смотрела о Цепенев. «Как хорошо, что больше никто этого не видит!» Мысленно проговорила она и обняла Илью, понимая, что и ей, и ему надо успокоиться. О Сталине партии они говорили потом на лыжной прогулке в лесу. Илья рассказывал, рассказывал, а она слушала. Постепенно в их доме появится сам издат. «Один день Ивана Денисовича будет прочитан за ночь». Рита приняла и разделила политические взгляды мужа. Семья Кеневских пострадала в годы репрессии. Отца исключили из партии за связь с врагами народа. Но арестованный директор завода, где Борис Кеневский работал тогда инженером, отказался подписать признание даже помещенным в железную клетку с шипами, разрывавшими тело. Бориса Кеневского в партии восстановили, но воспитали в нем особую осторожность. Когда он становился свидетелем размышлений зятя, то поднимал на него выразительный взгляд. Илья молчает. И Мочерет замолкал. За Риту он боялся, за себя нет. На лыжных прогулках они уходили далеко, в сторону Симхоза, Ходькова, перебирались через железнодорожные пути. Рита перешла на ту сторону и, обернувшись, закричала от ужаса. Илья медленно переставлял лыжи по рельсам, а справа на него летел поезд. Илья, Илья, поезд! Мочерет, словно не замечая угрозы, уверенно миновал преграду и спокойно скользнул вниз со склона. Рита бросилась на него с кулаками, а он прижал ее к щеке и, улыбаясь, стал утешать. Ну что ты, радость моя, какая беда со мной приключиться, я же заговоренный, у меня и талисман есть. Какой талисман? Ты? Храни меня, талисман, когда подымет океан, вокруг меня валы ревучие, когда грозою грянут тучи. В 56 году Илью восстановили в партии, и он отправился в республиканский Минпрос. Власти искали молодых директоров в школы отдаленных районов распределения Якутия, поселок Мухтуя. Мочерет обрадовался, как ребенок. Рита, мы едем дорогой декабристов, едем переделывать мир! И Рита поехала в край вечной мерзлоты. Это было начало. В Сибири Мочерет впервые сформулирует свои педагогические принципы. Двадцатый съезд осудивший Сталина стал событием невиданного прежде масштаба. На весь союз была озвучена страшная правда. Тысячи мертвых, невинных. Но что изменилось? Диктатура травмировала психику народа. Вослед Сталину идут вожди и царьки разных градаций. Мочерет провозглашает спасение через детей. Необходимо воспитывать граждан, ответственных, думающих, с развитым чувством чести, свободных людей, а не подданных. Только так встанем на ноги, вытянем, построим наконец мост над бездною. Только так. Своим нервным порывистым почерком Мочерет исчеркивал блокнот за блокнотом шифрованным текстом. Свобода, личность, достоинство, кодовые слова. Все это не может быть достоянием гласности. Нужен тайный отряд, союз рыцарей, нужен харьковский меч. Для якутских детей общение с учителем из Москвы станет незабываемым временем. Из воспоминаний Эрны Огоньковой. Нас маленьких ребят поселили в интернате, в большую комнату на 10 человек. Зимой холодно, пар изо рта, топим печь сами, нелегко привыкать к самостоятельной жизни. И вот входит директор, энергичный, румяный. А ну-ка, одевайтесь на улицу, строим крепость, делимся на команды и в бой, все в снегу, веселые, довольные, счастье. Он был необыкновенный, наш директор, особенный. Выделялся и своей внешностью, и именем, и речью, и больше всего вниманием к своим детям. Везде успевал проявить заботу и участие, умел разрешать конфликты, а как вел уроки, рассказывал об удивительном мире природы, мире человека, мире искусства. Вот мы красим парты, белим стены, вот в лесу помогаем на валке деревьев, вот мы на наших поэтических вечерах, а он рядом, рядом. Через два года Илья и Рита вернулись в Загорск. Илья часто встречался со ссыльными. Якутия была опутана железной проволокой бывших концлагерей, вел опасные разговоры. Кто-то из коллег по работе предупредил, директором мухтуйской школы интересуется местный отдел КГБ. Пароход, поезд. Прощай, Якутия, я сердце оставил тебе, сбереги его в очарованных горах своих. КГБ.